Багира, у вас первая, да? Да, я на самом деле никогда не стоял перед собой целью спасать собаки или еще что-то. Изначально я заводил себе собак для спорта. То есть я адекватно понимал, что я могу содержать четырех собак. И заводил себе четырех собак для участия в гонках, в соревнованиях. Но как-то раз на тренировке мне позвонила жена у брата и сказала, что тут срочно пристраивают собаку. Ну, я так подумал, что, наверное, можно было бы взять еще одну собаку, и это было бы замечательно. Молодец, хорошо голос. Молодец, хорошо, умница моя, хорошо. Сегодня у Дениса Щекина 17 хасок. Из них за последние пять лет 13 он подобрал на улице. Или ему их отдавали, или подбрасывали предыдущие хозяева. Я перед собой не ставлю цель спасти всех собак в мире. То есть я понимаю, что это невозможно. И это материально невозможно, потому что собаки же едят, и нужно всех кормить. И так как я начал заниматься уже породой хаски, я принял решение, что я буду помогать некретно вот этим собакам. И я никак негативно не ношусь другим породам. Ни в коем случае. То есть мы ездим в приют и помогаем собакам, которые находятся в приюте. То есть так же беспородным я абсолютно нет, но к себе мы забираем хаски. Хаски – энергичная порода. Ей ежедневно необходимы серьезные физические нагрузки. Щенок этой северной ездовой собаки выглядит как плюшевая голубоглазая игрушка. Кто-то наивно или безответственно, здесь эти два понятия сливаются в сущности в синоним, полагают, что живое существо – это идеальный подарок. Правда, за легкомысленность расплачивается не человек, а сама собака. Причем расплачивается жестоко. На съемках Денис не озвучивает самые страшные подробности жизни своих приемных питомцев. Но то, что звучит за кадром – реальный фильм ужасов. Весь ужас которого состоит в том, что это не фильм, а самая настоящая реальность. Года два назад, год, может, был пик моды на хаски. Был очень большой спрос. То есть собак, особенно когда был год собаки у нас, дарили на Новый год. Дарят, а когда собака вырастает, не знают, что с ней делать. Хаски – стадное животное, ей сложно существовать без других представителей своей породы. К тому же псу, в силу его природных особенностей, показан простор. Один из последних случаев, вот у нас сейчас с собой вот собака, мы ее назвали Дакота. Мы просто поехали увидеть мусор на свалку. И около свалки, недалеко, мы нашли вот собаку хаски, которая была подрана. То есть ее подрали другие собаки. Мы спросили у охраны свалки. Потому что когда там бегают беспородные собаки, мы уже к этому привыкли. А когда бегает по свалке хаски, то есть это сразу бросается в глаза. При том, что она более-менее чистая, то есть не такая грязная, как остальные собаки. Видно, что она тут недавно появилась. Охранники нам сказали, что вот она тут появилась недавно, прибилась. И откуда, они не знают. Мы собаку забрали, то есть сейчас мы ищем ее старых хозяев. А зачем? Может быть, она убежала у кого-то. Может, ее ищут на самом деле. Если мы не найдем, то там уже, конечно, будем искать новых хозяев. В каком состоянии она была? Мы с нее сняли порядка 20-30 клещей. Она вся была в ранах. То есть она, ее хорошенько так это покусали. И у нее шрам на левом предплечье. То есть есть подозрение, что в нее стреляли. Дакоту Денис не сможет оставить у себя. Пусть он живет за городом, в частном доме. И территория, и опыт позволяет ему содержать собак. Но 17 хасок даже для него допустимый предел. И 18-й Дакоте найдут новых владельцев. Тех, кто завел собаку, неосмотрительно. И не может теперь с ней справиться, Денис просит не множить зло. А поступить с другом, пусть и бывшим, все-таки по-человечески. Выход есть всегда. То есть нужно просто поискать собаки новых хозяев. Большинство собак, которых пристраивают, особенно породных, они пристраиваются. И у нас были случаи, когда мы собак пристраивали, реально найти. Понятно, что это не быстро, то есть это не день, не два, может придется неделю, две, три месяца поискать. Но найти других хозяев реально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова